Семиотическая антропология Основная тема сегодняшней лекции – современное представление о происхождении человека разумного-разумного с точки зрения 21 века. Подчеркиваю, я вам рассказываю 21 век, поэтому литература по этой теме, которую, я надеюсь, вы проработаете, в основном находится в новейших выпусках в научных журналах и в интернете. Так что это будут последние новости, поэтому это во многом расходится традиционными описаниями, в том числе в любом учебнике и так далее. Не бойтесь этого. Наука сейчас открыла много нового, поэтому я вам буду сообщать факты и буду сообщать часть разных гипотез, противоречащих друг другу иногда. Я вам изложу то, что мне кажется наиболее вероятным, но я в этом тоже могу ошибаться, так что вы и ко мне подойдите критически. Но имейте в виду, что я вам расскажу большое количество потрясающих новых фактов. Большая их часть связана с открытиями наших отечественных учёных. Сейчас, в момент, когда развертывается нападение на Академию наук, я хотел бы подчеркнуть, что именно члены Академии наук, известнейшие русские учёные, замечательные археологи Сибири, добились огромных успехов, часть которых я вам расскажу. Для того, чтобы было понятно, в чём огромные успехи наших, ну и многих их помощников, с кем они вместе работают и печатаются за рубежом, часть этого, для того, чтобы понять, нужно представить себе ту же картину, если бы я начинал только этот курс. Ну, я в 90-х годах первые отрывки из этого курса читал, так что я сам даже сам с собой могу сопоставить. Значит, какова была картина происхождения Homo sapiens sapiens, человека разумного-разумного, которую описывают стандартные руководства и почтенные книги и статьи, ну, примерно 20 лет назад, и дальше, намного раньше это сложилось. Ну, основной факт, который был установлен наукой и который пока никем не опроверген, по-видимому, это несомненный факт. Это факт, который касается только человека разумного-разумного. Значит, напоминаю, человек разумный-разумный – это существо, которому принадлежат, я надеюсь, ну, там могут быть всякие отклонения, но я надеюсь, которому принадлежат все, кто меня сейчас слушает, и вообще основная масса населения России, Европы, Соединённых Штатов и так далее. Установлено, что человек разумный-разумный, по-видимому, происходит от, ну, это эмпирические данные, данные фактов, происходит от прабабушки, женщины, которая жила около 200 тысяч лет назад, может быть, немного раньше, жила она в Африке, есть довольно много оснований пытаться понять, какого цвета была кожа, возможно, что она была чернокожей, это не исключено, но, к сожалению, проблема происхождения раз до сих пор одна из самых запутанных. Ну, вот так или иначе, всё человечество, в смысле, все люди разумные-разумные, произошли от одного живого существа, у которого было потомство. Ну, и дальше было расчинение этого потомства на какие-то группы и так далее. И когда накопилось довольно много разного рода уже представителей Homo sapiens sapiens на территории Африки, начались последовательные миграции из Африки. Значит, я вам рассказываю ту часть всей картины, которая была установлена за последние сто с лишним лет по мере развития современной генетики и так далее. И эта часть картины остаётся в силе. То есть, вот эта идея out of Africa, идея, что мы все вышли из Африки, идея существования одной прапрапрабабушки, и, кстати, это значит эмпирическое утверждение, что человечество в целом едино. Я считаю, это очень важный принцип. Каждый человек должен это знать, желательно, конечно, знать, начиная с раннего детства. Но, во всяком случае, надо понимать, что все мы родственники, все родственники, все живущие на Земле родственники, мы обязаны относиться к каждому из наших современников как к родственнику, как к члену одного коллектива. Это вывод биологической науки о человеке. На нём я очень настаиваю. Дальше начинаются проблемы, решения которых достигнуты в 21 веке. Частичное, может быть, решение. Проблема первая. Почему, когда произошли первые миграции, человек разумный-разумный не появился в Европе. А он не появился, потому что задолго до этого, по-видимому, вся Европа, ну, там могут быть разные оговорки, которые потом, наверное, учёные найдут, но более или менее вся Европа была заселена другим типом, не совсем людей, а таких вот пралюдей. И первый пример такого прачеловека из Европы был найден в немецкой долине Неандерталь, поэтому этот тип пралюдей получил название Неандерталец. Про Неандертальцев очень многое не было известно. Нельзя ли закрыть дверь? Про Неандертальцев очень многое было известно уже в 19-20 веках. Неандертальец реконструирован, как он выглядел. У него совершенно срезана лобная часть, то есть вот лоб у него, ну, необычный для человека, у него лоб не выделяется, не обозначается. И, соответственно, размеры мозга другие по сравнению с человеком. Первоначальная идея многих исследователей была такая, что Неандерталец – это какое-то существо, которое возникло по дороге к человеку, но всё-таки ещё в сильной степени не человек, и нечего от него ждать каких-нибудь особых успехов. Он, Бог знает какой, и о том, кто похож на Неандертальца, мы знаем, что это примитивное существо, с которым лучше не иметь дела. Я не знаю, остаётся для вас замечательным или нет, я его очень люблю. фильм Рома «Девять дней одного года» о наших физиках. Там одного из главных персонажей играет Смоктановский, одного физика. И там есть диалог между двумя учёными в Дубне, в одном из наших центров науки, и один учёный говорит другому «Да чё ты там волнуешься по поводу того, что какие-то идиоты в среде чиновников, которые ведают наук». Ну, такая актуальная для сегодняшнего дня ситуация. И Смоктановский говорит, «Да не обращай на это внимание, посмотри на него, он же Неандертальец». И, с одной стороны, это замечательно придумано, то есть вся ситуация похожести современного гонителя науки на какого-то дикаря, да, может быть, даже с другим мозгом, эта ситуация очень интересная и не просто смешная, а страшная, трагикомическая, особенно для России, где великая наука её пытаются огромными средствами уничтожить. Приглядимся к тому, что теперь известно о Неандертальцах. Всё новое открытие. Оказалось, что Неандертальцы имели язык в основном такого же характера выражение работы мозга, как современный человек. Почему? Потому что открыт один из генов, которые регулируют появление возможности усвоения языка. Это генетическое открытие сделано на абсолютно достоверном материале, потому что это хорошо исследованная одна английская семья. В этой английской семье во всех поколениях есть какие-то недостатки в усвоении английской речи, родного языка. И генетика единодушно приходит к выводу, что это поражение определённого гена. Он выделен. На всякий случай, если вы будете серьёзно смотреть интернет, значит, знайте, что это называется Fox 2P. Ну, может быть, в разном порядке. Большое Пи, большое... Латинское П, да? Большое Пи. Fox 2. Fox 2P. Это название гена. Ген, оказывается, это ген коммуникации между разными животными. И он имеет очень длинную генетическую историю. На протяжении многих десятков, даже сотен миллионов лет. Значит, самые ранние данные, несомненные относятся к ранним этапам эволюции, в частности, к птицам. У птиц этот ген... Значит, я условно буду называть ген речи, чтобы не повторять нод на Fox 2P. Я буду говорить ген речи. Ген речи у птиц, у певчих птиц, связан с их пением. Ну, пение – это весь не просто музыка, это некоторые сигналы для себя. Очень часто это речь, обращенная от самца к самцу. То есть, это прямо связано с продолжением рода и так далее. Но, тем не менее, вводится этот ген. И птицы поют. И даже некоторые птицы могут, как вы знаете, имитировать человеческую речь и открыто, в Америке недавно зонное открытие открыто, что попугай у одной девушки-зоопсихолога умеет не только поедать кубики сахара, которые она говорит, но он может по-английски ей сказать «сикс», потому что ему нравится иметь подряд шесть кусочков сахара, именно шесть, не пять, не семь. И с помощью клюва попугая, с помощью устройства всего аппарата попугая, он в состоянии имитировать некоторые английские звуки. То есть, иначе говоря, то, что этот ген связан с пением, это общее правило с певчими птицами. Но, кроме того, у некоторых певчих птиц, как дополнительная возможность, появляется уже что-то совсем близкое к речи. Дальше смотрим на следующие ступени эволюции, то есть, это уже проходит миллионы, десятки миллионов лет, появляются такие животные, как мыши. Оказывается, самка-мыш имеет особую акустическую связь с мышатами. Но связь не сразу установлена людьми, потому что она ультразвуковая. Таким образом, до того, как мы научились фиксировать ультразвуки, ничего об этом не было известно. Представьте, что ультразвуковая сигнализация матери, обращенная к её потомству, это регулируется тоже тем же самым геном речи. Но по мере эволюции он усложняется и получает некоторые новые функции. У летучих мышей этот ген используется в основном для радиолокации. Для того, что мы люди называем радиолокацией. То есть, движение летучих мышей в какой-то степени координируется, организуется благодаря использованию этого гена речи. Дальше, биохимически, по структуре молекул, ген, в общем, существенно не изменяется, вплоть до антропоидов, высших объединён. Существенные изменения есть у шимпанзе. И, наконец, было открыто, что этот ген существует не только в английской семье, и, значит, вообще в какой-то части Homo sapiens, значительной части, которая в состоянии усвоить язык без изменения. потому что отсутствие или повреждение этого гена ведёт к большим или меньшим дефектам речи. Но оказалось, что этот ген в почти человеческой, совершенно новой биохимической форме существует у неандертальцев. Это установлено. Значит, окончился очень большой спор. У неандертальцев нет всего человеческого аппарата, нужного для речи. У них другая носовая полость, но вы представляете себе реконструированного неандертальца в любом учебнике. У них нет нашей носовой полости, у них нет нашей полости гортани, и надстроены над ней между ртом и гортани ларинксово-венгальной полости и фаренгальной полости. А в человеческом звуковом языке используются все эти богатые возможности, всех этих полостей вместе взятых. Через них проходит воздух, где можно построить разные препятствия органические, и таким образом образуется всё богатство фонем отдельного языка. у неандертальцев, судя по остаткам черепов, мы больше ничего не знаем, да, у неандертальцев, по-видимому, возможности для такого богатого звуками языка не было. Либо их язык был очень безен звуками, которые трудно различить в таком составе, либо они больше пользовались жестами. Я сам склоняюсь всё-таки к первичности языка жестов. В пользу этого говорит много других абсцесс, о которых просто нет времени подробно говорить. Но это одна из возможностей. может быть неандертальцы пользовались в основном жестовой речью, управляемой этим геном речи, но возможно, что при этом у них сохранялись звуковые выкрики, возгласы. У высших антропоидов есть что-то вроде наших ах-ох такие междометия, да, восклицания, которые относятся к, или звуковые сигналы, которые относятся к какой-то конкретной ситуации, опасность, пора поесть, ну и так далее. Так вот, это выражается не длинными текстами, а одним возгласом типа междометия, как наше, ах, увы, и так далее. Пока ещё нерешённый вопрос по поводу преимущества или отсутствия жестового языка у человека, я даже немножко ещё к этому потом вернусь, когда мы окончательно перейдём к человеку разумному от других типов пролюдей. Итак, неандертальцы оказались таким типом пролюдей, которые уже пользуются чем-то вроде языка, частично звукового, а весьма вероятно, что в основном жестового. Ну, зародыш этих жестов есть уже в жестах горилла, которых я вам рассказывал, и в эксперименте многое можно достигнуть при обучении шимпанзе жестам, и так далее. Далее. За последние годы, это всё открытие буквально последних месяцев, обнаружено, что у неандертальцев был уже сделан имя орнамент, то есть какие-то зародыши искусства, по-видимому, была какого-то типа культура, или даже несколько разновидностей культуры. Вы знаете, что что-то похожее на несколько разновидностей культуры, но в примитивных формах, в форме гнезда, в котором спят и так далее, есть уже у шимпанзе и у бонобо. Так или иначе, ранний человек, безусловно, имел разные формы культуры в Африке, когда оно начал развиваться, и это имеет прямую связь с тем, что было у шимпанзе и бонобо, но вместе с тем, новое человеческое было в том, что возможно создание знаков, таких, как, например, сценки театральные. Представьте, что что-то, что приводит к возможности рассказа в виде последовательности сцен, преимущественно комических, преимущественно занимательных. Представьте, это уже есть у орангутанов, которые появились, как я уже говорил, раньше других антропоидов. Это одно тоже из открытия последнего времени, наличие у орангутанов чего-то вроде комических сценок, их сценария, и наличия чувства юмора, если переводить на наш язык, конечно, для них это нечто другое. Так вот, от орангутанов это всё передаётся вплоть до предков человека, и оказывается, неандертальцы тоже имели свою культуру. Ну, понимаете, когда шимпанзе устраивают нечто вроде религиозного праздника, если в жаркой сухой местности прольётся дождь, конечно, это похоже на человеческие обряды, можем потом говорить, что это параллельное развитие, почти одно и то же, да, но всё-таки это несущественное изменение. Таким образом, неандерталец оказывается, обладает целым рядом свойств, возможностей, функций, которые потом становятся человеческими. То есть, неандерталец всё-таки очень близкое нам не только по виду, но и по возможностям существо, и в то же время, несомненно, что неандерталец очень много не может из того, что может человек. Какой бы у него ни был язык звуковой или с помощью рук и других жестов, всё равно неандерталец говорит на очень, ну, говорил на очень мало тем и небольшим количеством знаков. Но какого-то типа знаков у него есть, в том числе и такие, которые он превращает в орнамент. таким образом, хотя основные сведения о неандертальце правильны, и правильно то, что это древнее население Европы и части Ближнего Востока, и вообще такой некоторых областей Западной Евразии, которая примыкает к Европе, тем не менее мы должны понимать, что это хотя и близкий человеку разумному и разумному, но особый тип пролюдия. Дальше возникает очень важный вопрос, а возможно ли было скрещение и происходило ли смешение? Оказалось, что в большинстве случаев среди жителей Европы разных европейских стран обнаруживаются генетические последствия очень древних соединений брачных половых актов, соединений предков человека разумного и предков неандертальца. То есть, иначе говоря, геноми в наборе генов многих европейцев содержатся определенный не очень большой обычный процент неандертальца. Я возвращусь к своему примеру из Смоктановского в фильме «Девять дней одного года». Когда Смоктановский называют члена ученого совета чиновника неандертальца, он близок к истине. В том смысле, что я совершенно не исключаю, что у некоторых наиболее бездарных людей, которые в странах типа России в разные времена обычно приходят более-менее к власти, среди этих людей вероятно некоторое количество людей с повышенным процентом генов, унаследованных от неандертальца. В генетике важнейшее явление, которое до сих пор остается дискуссионным, это молчащие гены. Значит, гены можно наследовать, но они не во всех организмах включаются. По-видимому, одна из задач подлинной человеческой культуры состоит в решительном исключении всех опасных, вредных функций, которые могут быть связаны с какими-то древнейшими генами. Я думаю, что в случае каннибализма, которые наблюдаются при трагедиях, когда целый коллектив людей оказывается без другого причина, иногда этот каннибализм возникает и по каким-то чисто личным причинам. Так вот, такого рода спады, поступки, которые находятся за пределами возможности человека разумного разумного. Это оказывается может быть потому, что не заставлены молчать или оживлены те гены, которые в норме культуры, все общество в целом, система гормонов нормального организма должны подавить. Иначе говоря, различия между того, что мы называем культурный человек и не культурный или цивилизованный человек и не цивилизованный. В частности, это означает в переводе на наш современный жаргон науки, это означает человек, у которого большинство архаических опасных генов, унаследованных от древних стадий эволюции, резко ограничены или подавлены вовсе, превращены в молчащие гены, малокультурные, не культурный человек, не цивилизованный человек, так называемый дикарь, если это в подлинном смысле. Такой дикарь может занимать очень большие посты в как бы интеллигентском государстве. Это уже делало соотношение интеллигенции со всей этой проблемой. Так вот, дикарь в этом смысле с большой вероятностью поведения похожего на распоясавшегося неандертальца. Такого рода тип вполне известен в Европе. Поэтому с точки зрения современной генетики появление выродков и негодяев типа Гитлера и всех главарей нацистской партии или типа Сталина и всех главарей сталинского окружения вот это объясняется конечно генетически неподавленностью соответствующих генов. Сталин был способен убить близкого друга вероятно даже жену я имею ввиду аллилуй имею некоторые данные на эту тему и это человек который конечно не был человеком в обычном смысле не обладал набором собственно человеческих качеств обладал набором некоторых качеств унаследованных от древности значит у неандертальца есть задатки будущего человека но сохраняется очень много от предшествующих эпох и в очень слабой степени накладываются запреты на самые сомнительные действия и поступки вот эта картина которая кажется возможно но значит для того чтобы как-то понять действительно ли есть эта примесь неандертальца нужно понять что были братья по-видимому было довольно сильное смешение история неандертальцев в Европе до сих пор не очень ясна потому что они существуют очень долго особенно в таких странах как Испания остатки существует очень долго а уже начинает появляться хомо серти похоже что часто они живут поблизости или близко почти возможно что мы постепенно приходим к пониманию того что браки были достаточно широки и многообразны чтобы среды этих браков в виде вот этого процента неандертальца дошли до нас в большинстве жителей Европы и частей Ближнего Востока и других областей Евразии вот это новая картина которая складывается по поводу неандертальца и неандертальец отстоит от человека разумного разумного пример он сам человек разумный неандертальца стоит примерно еще на несколько сотен тысяч лет то есть когда мы рассуждаем о неандертальце мы имеем ввиду период внутри миллиона лет ну примерно порядка 600 тысяч лет от нас с вами вот это время когда должны были существовать какие-то пролюди типа неандертальцев уже с зачатками будущего человека разумного разумного который как я уже сказал датируется приблизительно двумя стами тысяч лет до нас огромное открытие перевернувшее многие из этих представлений было сделано сибирской экспедиции археологов которых возглавлял мой друг замечательный археолог академик деревянка руководитель сибирского отделения академии наук такой выдающийся ученый мирового масштаба сильный мужчина хорошо образованный имеющий большой жизненный опыт и сам участвующий в раскопках до сих пор преодолевая все трудности наступающего зрелого периода жизни экспедиция под руководством деревянка работала в течение достаточно длин длительного времени в южном Алтае вы представляете себе да было бы неплохо вам по карте посмотреть южном Алтае они работали в месте которое народ в этой округе местные жители называют Денисову пещеру найдете легко цветные фотографии в интернете Денис Сибирь Алтай Денисова пещера или Денисская пещера на самом деле деревянка не любит это название потому что говорят что Денисов по имени которого народ обзывает пещера просто человек который по каким-то причинам скрывался в этой пещере никакой неископаемый современный человек но он прятался ну какая-то такая почти уголовная история поэтому то что это современное название вплетается в такую гигантскую конструкцию современной науки это конечно чистая случайность но тем не менее по-английски Денисовец всегда называется Денисован Деревянка предложил латинское научное название но пока оно не привелось значит я рекомендую книгу на эту тему Деревянку как литературу которая очень важна и к тому же мы как патриоты должны гордиться тем что в 21 веке крупнейшее сделанное открытие это открытие особые ветви про людей пересмотр в целом всей картины происхождения человечества почему потому что оказалось что Денисовец от которого найдены пока очень незначительные части но достаточные для точной генетической оценки предвиденные шведским генетикам поэбол с которым работает деревянка и заслуга деревянка потому что сразу отправил материал поэбол для генетического света денисовец обладал геномом который отчасти похож на геном человека и на геном неандертальца но при этом это было другое существо другого типа и по-видимому генетическое расстояние от человека было большим чем у неандертальца по-видимому все что касается денисовца все таки очень новые открытия что-то что продолжают копать и по мере раскапывания исследуют генетики то есть это такая вот быстро движущаяся но вместе с тем очень дискуссионная область поэтому я вам сообщаю минимум стараюсь сообщать главным образом надежные факты судя по надежным фактам где-то в первой половине последнего миллиона лет до нас с вами первой половине появляются свидетельства неандертальцев одновременно с неандертальцами появляются свидетельства сосуществования в это время про людей типа неандертальцев с некоторыми другими существами которые в основном очень похожи на денисовцев какие-то предки тех денисовцев которые найдены на южном Алтае потому что это сравнительно поздние денисовцы они долго жили там вот в этом районе в Дюжной Сибири но самое интересное начинается с генетических выводов естественно что проанализировав найденные деревянка и его экспедиции остатки неандертальцев генетики и антропологи обращаются к сравнению с другими группами людей разумных разумных и оказывается что геномы разных этнических групп различны я еще к этому вернусь об этом буду говорить но при том что человечество едино у него общее происхождение и заход только человек разумный и разумный не другие паралюди потому что неандертальцы это древнее население западной части Евразии Европы а человек разумный и разумный должен быть связан с Африки то есть он занимал какую-то часть земного шара и в какие-то очень древние времена предки последующих генесовцев занимали значительную часть областей примыкающих вот так осторожно скажу примыкающих к востоку Евразии дело в том что самые близкие родственники алтайских денисовцев это папуасы это большие группы племен которые до сих пор существуют в большом количестве на большом острове Новая Гвинея и на материке Австралии но в отдельных частях вы знаете австралийцев осталось мало они действительно просто вымирают в том смысле что те кто рождаются сейчас переходят на английский язык на общий язык Австралии но все-таки какое-то количество туземцев есть знаете не так легко найти именно говорящего по австралийску читаю об этих австралийских языках а времени и денег чтобы довезеть Австралию у меня не было а тут вот австралиец но я пришел и он сам присутствовал на своей выставке с ним легко было поговорить но он говорил на прекрасном английском языке и совершенно не хотел ничего родного австралийского как это происходит вообще с огромным количеством языков в мире но очень быстро в Австралии а на Новой Гвинеи наоборот Новой Гвинея страна с очень замедленным социальным развитием и там в общем мало что меняется после того что мы знаем по работам нашего гениального антрополога Миклорха Маклая который там жил и общался со студентами с студентцами и оставил очень важные документы и материалы выставленные отчасти в консткамере в археологическом анатомическом музее который я очень советую рекомендовать всем кто может иметь возможность поехать в Петербург это еще наследие времен Петра Первого но в 19-м веке Миклорха Маклая работая на Новой Гвинеи привез много предметов культуры и так далее так что с многими культурными проявлениями вот этой области Новой Гвинеи можно познакомиться и в России и в Петербурге так теперь по поводу того что близкие к геному денисовцев про люди особый тип отличный от человека разумного разумного и отличный от неандертальца но вместе с тем сходы с ним то есть это предки человека но очень древние видимо по времени это уже ближе к началу этого первого миллиона лет значит все что мы сегодня описываем новые добавления современных открытий они очень углубляют наше знание до этого мы знали только 200 тысяч лет истории самого человека разумного а теперь добавились уточнения о языке и культуре неандертальцев и о существовании еще одной ветви а именно денисовцев и предков папуасов Новой Гвинеи и некоторых из австралийских племен доживающих вымирающих в австралийских пустынях сейчас сегодня теперь что мы можем предположить о том есть ли еще какие-то ветви про людей уже открыты три вы знаете похоже что была еще четвертая но это уже тоже очень дискуссионный вопрос кстати деревянка своих обобщающих книгах он допускает именно четыре ветра четвертая ветвь обнаружена на одном из островов близь восточной юго-восточной Азии и в частности Новый Гвине остров Флора поэтому этих людей называют по-латыне таким названием образованным от Флора но Флоренци ну в простовейшие в жаргоне газетчиков их также называют фабель но так или иначе существует особая группа пролюдей которые на этом одном острове обнаружены примерно не ранее чем порядка 100 тысяч лет до нас то есть это уже современники человека разумного разумного а как давно они существуют пока насколько мне известно никто не установил но они занимали определенные территории на острове Флоренци у них был мозг человеческого типа была материальная культура очень плохо развитая но все-таки это каменный век но это век когда уже есть орудия из камня с помощью которого готовят новые орудия то есть культура человеческого типа материальная культура человеческого типа очень похожая на ту культуру которую у соседних племен Homo sapiens то есть весьма возможно что они контактировали с человеком разумным возможно было общая потомство дело в том что обидц эти люди флоренсис они карлики то есть это очень близко к современному человеку но это карликовая разновидность поэтому было много споров а может это какая-то особая отдельная болезнь которая именно на данной территории определенное время дала вот это как бы вырождение но все-таки точка зрения деревянка и многих других крупных ученых она вероятна что это может быть еще один пролюдий один тип пролюдий в таком случае существовало с большим или меньшим вероятем не менее четырех разных типов пролюдий повторяю человек разумный разумный неандерталь денисовец и предок папуасов и австралийцев это одно явление и наконец предки пролюдий с острова флорес карликов с острова флорес ну возникает резонный вопрос а что может быть скоро откроем еще какие-то группы представьте наука заставляет предположить что что-то еще было в геноме денисовца находят следы того что сами денисовцы возможно результат какого-то развития параллельной еще группы пролюдий с другими признаками которые постепенно смешались с денисовцами то есть с точки зрения вот такого генетического реконструирования можно подумывать о том что были еще какие-то группы пролюдей значит некоторые группы как вот эти карлики исчезли бесследно другие оставили какие-то следы в нашем человеческом разумного разумного геноме вот это основная картина того что мы на сегодня понимаем и в таком случае про время я вам коротко сказал значит в общем все развитие человека разумного разумного укладывается в один миллион лет и приходится предположить что существовали какие-то прасущества которые предшествовали нескольким типам пролюдей эти существа уже не антропоиды они гоминиды но они гоминиды все более с разными разночтениями но все более приближающиеся к древнему человеку разумному разумному значит я еще раз повторю про время все известные разновидности пролюдей относятся к одному миллиону лет до нас с вами кончая настоящим можно предположить значит дальше чем древнее тем сомнительнее дата и возможно всякие дискуссии отклонения но кажется вероятным что где-то в районе 800 тысяч лет до нас с вами а может быть и намного раньше возникает группа из которой позднее жители Южного Алтая Новой Гвинии Австралия в древности это был материк Сахул который частично утонул часть его остался в Новый Гвинии Австралии Сахул был местом обитания предков денисовцев и попуасов это порядка 800 тысяч лет несколько позднее ближе к 600 600 тысяч лет первые свидетельства неандертальцев с языком и культурой уже очень близко к самым зародышам человеческих языков и культур а дальше 200 тысяч лет назад вот это наша африканская прапрабабушка и начинается человек разумный разумный и этот человек вступает в смешанные братья с неандертальцами и по-видимому с предками денисовцев и как все это выглядит это во времени да а как это выглядит в пространстве это выглядит в пространстве так что предки человека разумного разумного и наша прапрабабушка это Африка предки неандертальцев это Европа и подмикающие к ней области Ближнего Востока и вообще Западная Евразия дальше ближе к центру Азии Южная Алтая и несомненно на материке Сахуд то есть позднее Новая Гвинея и Австралия там находятся преддверия денисовцев предки денисовцев и близких к ним групп предшественников папуасов и так далее наконец очень маленькая часть на одном только острове тоже ближе к Юго-Восточной Азии то есть как бы некоторая подробность возле Сахула ну если вы посмотрите на карту вы увидите что я описал основные части земного шара и естественно спросите а что же с Америкой представьте что именно заселение Америки это один из огромных успехов археологии генетики и других наук уже в нашем 21 веке оказалось что мы можем более-менее достоверно сказать что Америка в основном была заселена при движении с севера точнее с северо-востока и это были древние обитатели нашего севера нашего дальнего востока ну или крайне северо-восточной оконечности Сибири тогда не существовало Берингового пролива около 17 тысяч лет до нас из Сибири в Северную Америку то есть то что современная Аляска и Алиутские острова и так далее в эти области перешли и потом пошли на юг оттуда в Северную и потом в Южную Америку пошли тогдашние жители восточной части Евразии похоже что это первоначальное население уже было очень напоминающим население Европы а именно смешанное то есть тут там явно было смешение с нендефальцами но основная часть это человек разумный но также возможно некоторые переместения собственно это вопрос который все-таки еще и следует то есть Америка заселена несколько позже и заселена вот таким уже достаточно пестрым по генетическому прохождению населения вы видите что картина потрясающая теперь что от этого остается в современном мире и вот исследуется нами антропологами остается большое разнообразие языковых и антропологических этнических культурных групп каждый из которых помимо того что имеет вот этого очень далекого предка как человек разумный разумный как неандерталес как денисовец и житель Рософлор помимо того что можно проследить так далеко можно проследить и как позднее дробится каждый из этих типов как развиваются люди разумные и разумные и так далее этим мы займемся в следующих лекциях а сейчас я просил бы вас сосредоточиться на том что желательно чтобы каждый из вас постарался подготовиться какие есть новые открытия в этой области в частности в отношении генетических связей и денисовца значит денис то ван через с это то что я вам рекомендую в английском интернете но в русском интернете смотрите денисовца деревянка и другие имена и факты которые я сегодня вам изложил спасибо спасибо